Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приемникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Открываем Библию, Библию читаем. Маленькими глазками мудрость постигаем. Нам расскажет Библия, как на свете жить, как любить Иисуса, ближних как любить. Открываем Библию, Библию читаем. Новый стих библейский вместе изучаем. Этот стих библейский нам поможет жить. Прославляет Иисуса и людей любить. Сотворить кто мог все цветы? Все цветы, все цветы сотворить. Кто мог все цветы? Творец наш все создал. Сотворить кто мог звездочки, 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 звездочки. Творец наш все создал. Сотворить кто мог вас и нас. Вас и нас, вас и нас. Сотворить кто мог вас и нас. Творец наш все создал. Я люблю субботний день. Субботний день, субботний день. Я люблю субботний день. Люблю субботний день. Субботний день, субботний день. Субботний день, субботний день. Из того, кто все поедал, вышло то, что все едят. И из сильного вышло сладкое. Своей странной загадкой Самсон всех сбил с толку. Что она может означать? Гости начали перешептываться. Может быть, это? Может быть, то? Они гадали и ломали голову, но так и не смогли найти разгадку. Прошло три дня, а они ни на шаг не приблизились к разгадке. Наконец-то кому-то в голову пришла идея. «А не обратиться ли к нам за помощью к жене Самсона?» Ведь она филистимлянка и наверняка согласится помочь. Но когда они спросили ее, она лишь развела руками. «Я не знаю разгадки. Самсон не сказал мне. Но он непременно скажет тебе, если ты попросишь у него...» Не отступали они. «Ты должна добиться от него ответа. «Если ты нам не скажешь, мы сожжем огнем тебя и дом твоего отца». Когда появился удобный случай, она обняла Самсона и стала просить его. «Скажи мне разгадку, Самсон! Ну, пожалуйста, скажи!» Самсон удивленно посмотрел на нее. «Почему я должен сказать тебе? Даже мои родители не знают разгадки!» Все последующие дни свадебного пира его жена неотступно упрашивала его. «Если ты молчишь, значит, ты не любишь меня!» Хитрила она. Наконец, Самсон уступил. Он рассказал ей на ушко о льве и сотах. В последний день пира Самсон обратился к своим гостям. «Ну!» — с вызовом бросил он. «Кто-нибудь нашел разгадку?» Он был уверен в том, что никто не разгадал ее. Но, к его удивлению, все гости кивали головой. «Мы знаем ответ!» — самодовольно заявили они. «Что слаще меда и кто сильнее льва?» Самсон был в ярости, но его взгляд был холоден, как лед. «Если бы не длинный язык моей жены, вам бы никогда не отгадать моей загадки!» Сказал он мягко, но грозно. Затем он пристально посмотрел на свою красавицу-жену, в которой так ошибся. Она вся задрожала и попыталась спрятаться за его дружком. С презрением Самсон посмотрел на опостыливших ему друзей, гостей и удалился из комнаты. Снова, почувствовав себе небывалую силу, Самсон направился к филистинскому городу Аскалону. Дух Божий сошел на него, когда он вошел в город. А когда он выходил из него, тридцать филистинлян лежали бездыханными. Возвратившись к Фимнафу, он бросил тридцать рубашек и тридцать дорогих нарядов в жадные руки его дружков. А дома его мать и отец молились и переживали. Да, Самсон не служил Богу, хотя и был судьей Израиля, но родители не понимали одного. Сильный Самсон мог заменить целую армию, и Бог использовал его силу, чтобы ослабить ряды филистинлян. Подвиги Самсона были еще впереди. Здорово! Я бы хотел быть сильным, но вовсе не потому, что я хочу убивать людей. Профессор Эпплби, понимающий, кивнул головой. К сожалению, Самсон неосмотрительно использовал свою силу. Старик вставил в магнитофон другую кассету. Слушаем продолжение. Прошли недели. Находясь в родительском доме, Самсон вынашивал обиду. Память о предательстве его жены кипела в нем. Но постепенно, к приходу летнего зноя, его злость остыла. Он вспомнил, как ушел от своей жены во время их свадебного пира, оставив ее покрасневшей и смущенной. Он подумал о своих друзьях филистинлянах и о том, как удалось им уговорить ее рассказать разгадку. А что, если они ей угрожали? Возможно, он погорячился. Возможно, красивое лицо жены снова предстало перед его взором. Я ушел даже до того, как закончилась свадьба. Пожалуй, схожу и повидаю ее. Как-никак ее родители пообещали ее мне. И Самсон снова отправился в Фимнафу, взяв с собой козленка в подарок своей молодой жене. Появление Самсона сполошило жителей филистинского городка. Они перешептывались друг с другом. Самсон, который убил тридцать человек, мужчины из-под лобья смотрели на него. Они были не прочь расправиться с ним. Но не так просто было подступиться к силачу, голыми руками убившему льва. Самсон даже не заметил злых взглядов филистинлян. Он снова решил увидеть свою жену и не мог думать о чем-то еще. В конце концов, он подошел к двери ее дома и начал барабанить по ней. Удивленный и явно взволнованный появлением Самсона, ее отец побоялся распахнуть дверь и лишь приоткрыл ее. — Что тебе надо? — заикаясь, спросил он щелку. — Я хочу пройти в спальню моей жены, — ответил он. Его тесть явно медлил. Он молча взял подарок Самсона, его выкуп за невесту, все еще не находя что сказать. — Я был уверен, что ты бросил ее и отдал твоему дружку, — наконец выговорил он. — У меня есть идея. Почему бы тебе не взять в жены ее младшую сестру? Она даже красивее, но терпение Самсона лопнуло. — Куда бы он ни повернулся, везде встречал предательства со стороны филистимлян. На этот раз я проучу их так, что они никогда этого не забудут, — поклялся он. Несколько следующих дней Самсон провел с Китая с днем по горам и что-то высматривая ночью. Он высматривал лисиц, выползающих ночью из своих нор, чтобы поохотиться, и готовил для них сюрприз. Лисицы узнавали об этом сюрпризе только тогда, когда, рыская в поисках добычи, падали в глубокую яму. Огромная сеть падала на них сверху. Оказавшись в ловушке, звери начинали метаться, окончательно запутываясь в сетях. Дикий лай лисиц нарушал привычное спокойствие ночи. В конце концов Самсону удалось поймать 300 лисиц. Он брал по две лисицы, связывал их хвостами и привязывал между хвостами факел. Затем он поджигал факелы и отпускал лисиц в поля, где дозревал урожай филистимлян. Женщина-филистимлянка проснулась еще затемно, чтобы замесить тесто для хлеба. Невзначай она посмотрела в окно и в панике закричала. Казалось, весь мир был охвачен огнем. Вся филистимская долина от морского побережья до линии гор пылала, освещая небо багровым заревом. Муж прибежал на ее крик. Не говоря ни слова, она показала на поле. «Наше зерно!» — крикнул он. Наспех одевшись, он выскочил за дверь, чтобы разбудить соседей. Филистимляне сотнями вывалили из своих домов и ринулись к полю. Но было уже слишком поздно. Все, что им осталось, — это наблюдать, как огонь поедает остатки их урожая. Утреннее солнце взошло, но его лучи едва пробивались через густую черную пелену дыма. От золотистой пшеницы остался лишь пепел. Очень скоро они обнаружили, что пламя уничтожило не только их пшеничные поля, но и виноградники. Даже стволы оливковых деревьев стояли обугленные и почерневшие. «Мы узнаем, кто это сделал», — пообещали филистимляне. «И тогда кто-то предположил, Самсон сделал это, потому что его тесть отдал его жену другому мужчине. Снова этот Самсон, но не найдя в себе смелости, чтобы напасть на него, они направились к дому его тестя и сожгли дом и всех, кто там был». Когда Самсон услышал, что сделали филистимляне, он был разъярен. Снова он ощутил в себе загадочную силу и ринулся к филистимлянам, чтобы расправиться с ними. Его глаза горели, длинные волосы развивались на ветру. Один его внешний вид способен был повергнуть врага в трепет. Вся сила филистимлян, их боевое искусство и даже их знаменитые мечи не могли остановить его. Самсон ушел из Фимнафы лишь тогда, когда все боеспособные мужчины города были побиты. Выплеснув свою злобу, Самсон отправился в горы в поисках тишины и спокойствия. В знакомой пещере он нашел укрытие. Оправившись после поражения, филистимляне вторглись в пределы Иудеи. «По какой причине вы пришли воевать с нами?» Спросили Иудеи. Самсон прячется где-то рядом. «Мы пришли взять его в плен», — воскликнули они. Услышав об этом, жители Иудеи в страхе задрожали. Они боялись за свои жизни и не хотели оказаться в гуще сражения. Из-за своей трусости они никогда не сопротивлялись филистимлянам. Вот и в этот раз они даже не подумали о том, что надо помочь своему соотечественнику, избранному Господом. Вместо этого они собрали три тысячи человек и все вместе направились к пещере Самсона. Услышав их шаги, он вышел им навстречу. Иудеи в нерешительности остановились, увидев высокорослого и длинноволосого судью. Но когда смущение прошло, они возмущенно спросили, «Зачем ты всполошил филистимлян, Самсон? Разве ты не знаешь, что они господствуют над нами?» Глаза Самсона округлились от удивления. Какое право они имеют отчитывать его? «Как они поступили со мной, так и я поступил с ними», — отрезал он. «Мы пришли связать тебя и передать филистимлянам», — сказали иудеи, открывая подлинную цель своего прихода. Самсон сделал странную гримасу, выражающую не то злость, не то веселье. «Поклянитесь мне», — сказал он, — «что вы не убьете меня». Он не хотел причинять вред своему народу. Но у него не будет выбора, если они попытаются его убить. «Мы не убьем тебя», — пообещали они. «Мы только свяжем тебя и отдадим филистимлянам». Самсон не сопротивлялся, когда двое крепких мужчин связывали ему руки и ноги крепкой веревкой. Затем довольные иудеи повели его в филистимский лагерь. Когда филистимляне увидели своего обидчика, они с криком набросились на пленника. Самсон огляделся вокруг. Оружие. Ему нужно было оружие. Когда филистимляне были уже совсем близко, он напряг мускулы, и разорванные в клочья веревки упали на землю. Ему под руку подвернулось единственное оружие — ослиная челюсть. Размахивая ею направо и налево, он валил на землю противников, будто они были сделаны из соломы. Изумленные иудеи стояли в стороне и наблюдали за тем, как легко Самсон расправляется с филистимлянами. Они так и не поняли, что Бог хотел видеть их заодно с Самсоном в его противостоянии филистимлянам. Бог сильно желал, чтобы они отвернулись от идолов и поклонились ему всем своим сердцем. Но из-за того, что колено Израиля отказались встать за Бога, он был вынужден использовать горячего Самсона. Субтитры создавал DimaTorzok Бедная вдова жила, долг большой имела, в рабство отдавать она деток не хотела. К Елисею подошла, рассказала горе, и сказал пророк, что Бог чудо явит вскоре. Наполняются сосуды, масло не качается, так по слову Елисея чудо совершается. И сказал вдове пророк, собери сосуды, заготовишь масло в проб, совершится чудо. И поверила вдова, слава, и поверила вдова, слава Елисея. В доме у нее теперь много есть илея. Наполняются сосуды, масло не качается, так по слову Елисея чудо совершается. Субтитры создавал DimaTorzok И не идут дожди по слову Елисея. Вокруг все засыхает, без влаги умирает, ведь не идут дожди. Илью хотят поймать, поймать и наказать. Господь сказал пророку, спасайся у потока, тебя хотят поймать. И убежал Илья туда, где есть вода. Он Господу поверил и Богу жизнь доверил. И убежал Илья. Илья вот так живет, он из потока пьет. А птицы прилетают, пророка насыщают. Вот так Илья живет. Господь Илью ведет, для жизни все дает. Когда ты Богу верен, то будь всегда уверен. Господь тебя ведет. А теперь несколько слов для ваших родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей. Их никто не будет торопить. По окончании обучения, вместе с дипломом, наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127 473 Москва, Абоневский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadежды.ru Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон 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 «Симон»